Всем привет! Вот и настала осень. Ровно год назад мы ездили на перевал Дятлова и собирались съездить на Пупой. Но прособирались и вот решили все-таки не терять время, хорошую погоду и съездить в такую прогулочную поездку на Канжиковский камень. Мне бы так подумали, что это прогулочная. Постой по карте расстояние небольшое, все рядом, место посещаемое. Вот и едем. Первая остановка будет у нас... Вернее, не первая, а последняя остановка у нас будет в Карпинске. Я уже должен заснять, это наш ужин. Ужин! 60 километров. Автодорожный. Практически по прямой дороге, по грунтовке. По грейберу. 350 км. Пока. Там еще два прямых участка. Асфальт. Да, это мы выезжаем уже с Карпинска. Дорогу снимать, что есть? На самом деле, это вот очень сложно. Последний участок. Асфальт. Нет, идет дальше асфальт. Все. Теперь 60 километров вот по этой стреле. Вот кто-то уронил. Практически. Эскаваторчик. Можно посмотреть, как он внизу устроен. Снизу. Как бы начинается внедорожная часть, и началась очень интересная. А именно вот так. То есть, буквально, с первых метров чуть не застряли. Но... Уазик есть уазик. Вот так вот в раскачечку потихонечку и вылазим. Сам без блокировок. Сам один. Без ансамбля. Это, видимо, или вырубки, или дороги. Я специально неинтересовался. То есть, два прямых участка. Абсолютно не регулярно. Один просто лыжи. Второй, более интересный, сейчас покажем. Второй участок. Вот то ли это река, то ли дорога. Прямое, что это такое участок. Речка. Да, пока вот мы там едем. Интересный факт. То есть, здесь, кто не знает, то есть, Канжигорский камень. Это, здесь проходит знаменитый марафон. Марафон 42 километра. Клажные бегут вот по подобному участку. Здесь вот не бегут именно в конкретном этом месте. Там вот пешеходная тропа. А мы будем проезжать, посмотрим, по какой тропинке бегут марафон. Наверное, на навигаторе не было. Прямую участку. Че едем дальше? Я скажу, что природу загрязняет. Воздух, целебный воздух превращает в нецелебный. Вот сейчас такая лирическая часть. Сейчас обратите внимание, здесь уже идет марафон, здесь уже бегут люди, марафонцы. Это кедровый лес, очень красивый. Всем советую туда съездить и сходить пешочком. По марафонской тропе. Народа там очень много. Ходят, бегают. Расслабляемся, вкидываемся на спинку кресла и смотрим. Расслабляемся, вкидываемся на спинку кресла. Кстати, про запаску немного спрашивают, почему такая маленькая запаска. Ребята, колесо просто не накачано. Накачает его и будет оно такими же 37. Это все. Обратите внимание на кедр справа. Обратите внимание на кедр справа. Скорость продвижения такая же, как у пешеходов, даже иногда медленнее. Поэтому пешеходы нас частенько обгоняли. С этими ребятами мы еще встретимся. Если я скажу откуда. Пocket можно будет установить на спинку кресла. Однако это профессиональный пешеход. Простите на кедр. На laisseгале могу, хочу пути поехала. Спасибо, guys. Посмотрим, пути кедр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну я знаю, пару человек заезжали только и все. А, заезжали? Да. Отважные. Все, поднимаемся. Это сейчас до поляна художников, там реально полкилометра всего расстояние. А длиться, ну вот такое чувство, что, не знаю, полчаса ехали. Вот и легкая поездочка. Нам казалось, ну, не думал я, чтобы такой участок сложил. И длиться этот участок, ну, километров десять. То есть вот полочки, вот камни, вот по скорости пешеходов, вот этот участок, да. Так вот, там, да. Так вот, там, да. Это был, там, да. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Если не слышно, все включено, то есть и передняя, и задняя блокировка, блокировки принудительные стоят. Мы, кстати, против потребления водителя во время дедорожки разприятия. Солнышко, как хорошо. Нам повезло. Нам действительно повезло. Мы ночевали в деревне Карпинск. Утром мы проснулись. Я в мелкий дождь. Было холодно. А сейчас светит солнце. Погода отнеслась, что он благоскорно. Нам повезло. И до этого ребят просто спускался с Харьковской камерой. Мне кажется, с неба он еще видно, что такой пуман спрашивает. Вот мы подъезжаем уже в поляне художника. Сейчас я покажу на другой стороне. Взял кадры, когда мы ехали обратно. И тогда хорошо видно поляну. Такое живописное место. Здесь туристы останавливаются перед тем, как уже поднялся Харьковский камень. Вот последний участок по тундре. Тоже буквально пару километров. Еще полчаса. КОНЕЦ 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 Сюда. Да-да, по треку. Внизу, вон там, где наступает бумага, то есть поярный художник. КОНЕЦ КОНЕЦ Такой последний подъем перед платом. Слушайте, как запухался. А здесь люди 40 километров бегут, 42. Это еще 5 километров до промежуточной точки, то есть до 21 километра. Кошмар, как я запыхался. Я бы, наверное, умер, если бы туда обратиться. Все, уазик не бросил, сил нет у меня. Мы сначала подъемы тут не увидели, а потом увидели квадроциклистов, как тараканчики, которые справа на экране ездят. Чуть попозже мы сходим проверить подъем. Поднимемся на самое плато. Обнаружим, что там работает сотовый телефон. Посмотрим, как наступают облака. Долина залита полностью туманом. Поляна художников как раз вот в самом тумане. А мы на берегу этого океана поставили палатку. И готовится нам там уже вкусный ужин. Пока мы вот рассказываем по плотам. Все, впереди ночь. Утро. И предпримем попытку подняться. Кстати, над плато звезд. Так, вот туманчик уходит. Рано утром. Солнышко встает. Вот здесь нахотили ехать. Прошлись. Там сумасшедшие поезжают на большой углом. И камни, в общем, страшновательные. Поэтому мы решили доехать вот оттуда. Отсюда. Оттуда. На самом деле мы эту дорожку не просто так вот поднимаем. Поехали на Огун. То есть мы сходили сначала пешком. Практически поднялись туда. Проверили еще как ехать. То есть мы наметили маршрут. И потом уже двинулись в путь. Потому что без пешей разведки можно очень легко встрять в какой-нибудь канавке. В лучшем случае. Или вообще уши сделать. Не дай бог. И все. И остался бы там УАЗик памятником. Нормально. Безрассудно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА